Вслед за вчерашней сессии игр совета, сегодня на заседание собрались и депутаты областного совета. С нами на связи наш корреспондент Екатерина Свириденко. Катя, здравствуй. Сколько вопросов планируется сегодня рассмотреть и над чем сейчас работают депутаты? Здравствуй, Игорь. В сегодняшней повестке дня 112 вопросов, но большинство из них включили в пакетное голосование и уже одобрили. Сейчас депутаты рассматривают 42 вопроса, к которым имеются дополнительные предложения депутатов. 12-я сессия областного совета, назначенная на 1 июня, во Всемирный день защиты детей, началась с вручения почетных грамот лучшим ученикам Запорожской области, победителям всеукраинских и областных олимпиад. После этого глава избирательной комиссии Запорожской области сообщил о том, что в составе депутатского корпуса областного совета произошли изменения. Так, два депутата были избраны на должность главы объединенных территориальных громад. Их места в сессионном зале заняли коллеги по партийному списку. Согласовав повестку дня, депутаты приступили к рассмотрению вопросов. Первым заслушали отчет главы областного совета Григория Самардака. Он отметил, что за последний год для жителей Запорожской области первоочередными стали вопросы социально-экономического развития. И именно на решение этих проблем была нацелена работа депутатов 7-го созыва за последний год. Сегодняшними решениями депутаты уволили 15 директоров коммунальных предприятий. Сферы образования назначения новых руководителей будет происходить по новому порядку на основании решения конкурсной комиссии. Не поддержали депутаты желание коллектива института после дипломного образования изменить свой устав и таким образом самостоятельно определять своего руководителя. Это решение депутатов коллектив института воспринял негативно, криками гоньба, после этого удалился из сессионного зала. На этом у меня все. Мы следим за следующими решениями депутатов. Спасибо, Катя. Подробнее о ходе сегодняшней сессии областного совета смотрите в наших дальнейших выпусках.